Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба». В телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Почти вдвое уменьшились правонарушения на улицах областного центра с момента введения в действие пеших патрулей. 30-летний мужчина подозревается в разратных действиях в отношении 7-летней девочки и ее оперхищению. Под надежной охраной сотрудники разрешительных отделов проводят проверку владельцев огнестрельного оружия. А теперь об этом и другом более подробнее. Почти вдвое сократилось число правонарушений на улицах областного центра. Это стало возможным благодаря внесению новшеств в работу патрульных полицейских. С 14 февраля во время общего построения и развода по местам несения службы комплексных сил полиции стражи порядка огласили список новых маршрутов. Их особенность в том, что вновь созданные пешие группы полицейских будут вести дозор не только на центральных улицах, но и в подворотнях жилых массивов и спальных районов. Такие группы оснащены всем необходимым, в числе которого и видеожетоны, регистрирующие все происходящее во время внесения службы. Статистика гласит, за время прошедшего снедрения такой работы на улицах Талдыкургана стало больше порядка. Вместе с тем снизилось количество краж чужого имущества из квартир и сотовых телефонов, хулиганств, грабежей, разбоев. По городу Талдыкурган было разработано 150 маршрутов патрулирования. Ежедневно нами перекрывается 60 маршрутов. На охрану общественного порядка выходят и заступают 180 сотрудников полиции. За время несения службы пешими патрулями регистрация преступления снизилась в два раза. Если до введения пешего патруля по городу в течение месяца с января по 13 февраля было зарегистрировано 154 преступления, то с 14 по 10 марта уже зарегистрировано всего 69 преступления. Пешими патрулями на сегодняшний день уже выявлено 172 административных правонарушений. По маршруту патрулирования проверяются все магазины, АЗСы, автозаправочные станции, подъезды домов заходят, переговаривают с жителями, которые находятся на маршруте патрулирования. Все предотвращают преступления и правонарушения. Доставляют методов жителей и в приемах распределять лица безопределенного места жительства. И еще один распространенный вид преступлений, на борьбу с которым направили свои усилия стражи порядка областного центра, это карманные кражи. С тем, чтобы напомнить рассеянным гражданам необходимость быть внимательнее по отношению к своим вещам, особенно женским кошелькам и портмоне, которые становятся добычей виртуозных карманников, с начала года с поличным уже задержаны почти десяток таких криминальных виртуозов, которые орудовали в общественных местах, автобусах, крупных супермаркетах и других местах. Именно здесь недавно были установлены негласные дежурства оперативников в штатском, которые доказали эффективность такой работы. Огромный акцент полицейские делают на профилактическую работу среди населения, чтобы уберечь их от такого рода преступных посягательств. В первую очередь каждый должен знать простые правила безопасности, которые напоминают специальные информационные листовки и брошюры. Прокручивают на лед-экранах в общественных местах и специальные информационные ролики. Уважаемые жители и гости города, в связи учащихся в карманных краж, в управлении полиции города Талткурган проводятся профилактические мероприятия. В рамках данного мероприятия в общественных местах мы разъясняем гражданам правила хранения личных вещей. Пользуясь случаем, также хотелось бы убедительно попросить наших граждан, чтобы бережно относились к своим личным вещам. Например, в основном у нас кража совершается в общественном транспорте в час пик. Не ложите сотовые телефоны и портмоне в задние карманы, так как это доступно преступникам, ворам. Также сумки, барсетки закрывайте на замок. Портмоне держите во внутреннем кармане. Задерживая очередного нарушителя Уголовного и Административного кодексов, полицейские в очередной раз доказывают прописную истину о неотвратимости наказания за совершенные проступки. В течение нескольких часов дорожно-патрульные полицейские задержали предполагаемого автоугонщика. По факту угона обратился житель Талтыкургана. Любитель чужого авто, находясь в нетрезвом состоянии, вскрыл машину и уехал. Подозреваемый ранее конфликтов с законом не имел и подробно описал свою криминальную историю. То есть жалеешь только, что пьяным попался за рулем? Да. А то, что машину угнал? Ну, тоже жалею, конечно, нельзя было. Природоохранные полицейские и края ЖТСУ во время очередного проведения патрулирования охраняемых территорий задержали незаконных рыбаков. Произошло это в Уйгурском районе. На железнодорожном переезде у села Нурлы-Инбикш Казахского района задержаны за незаконную добычу рыбы 28-29-летний житель района. При досмотре в автомашине обнаружены изъято 32 особи белого амура, 24 судака, 6 змей-голов, 30 сазынов, 44 карася и 2 особи леща, резиновая лодка и 2 мешка мелкоячейстых полимерных сетей. Автомашина, как орудие преступления, водворена на спецстоянку до решения суда. Со слов задержанных, вышеуказанную рыбу они выловили в реке Или на участке Каракулдек. Стражи порядка настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать все регламенты охоты и рыбалки и иметь на руках все необходимые промысловые и любительские разрешительные документы. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правонарушители привлечены к уголовной ответственности. Автомашина, как орудие преступления, до решения суда, водворена на спецстоянку. Информационное пространство на этой неделе сильно всколыхнуло сообщение о пропаже 7-летней девочки. Это произошло в поселке Талдыбулак. Ребенка в результате поисковых мероприятий через 2 часа обнаружили в одном из подвальных помещений в компании с 30-летним мужчиной, которого стражи порядка задержали. Его подозревают в похищении и изнасиловании девочки. Все детали предстоит выяснить во время начавшегося досудебного разбирательства. С целью установления местонахождения девочки была создана следственная оперативная группа и незамедлительно организованные поисковые мероприятия, в ходе которых при подворном обходе в подвальном помещении одной из хозяйственных построек данного села была найдена без вести пропавшая девочка. Там же был задержан подозреваемый мужчина, 1990 года рождения. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей 120, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время ведется досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Назначены все необходимые экспертизы. Буквально пару дней назад трагическое происшествие с гибелью несовершеннолетней зарегистрировали в городе Талгар, где 17-летняя девушка прыгнула с моста. Это произошло посреди белого дня на глазах у десятка людей, которые, к сожалению, ничем не могли помочь несчастной. Упав с многометровой высоты моста девочка погибла. В данное время полицейскими отрабатывается несколько версий, в числе которых суицид и спор со сверстниками. В профилактических целях стражи порядка в очередной раз проводят встречи с учащимися школ, колледжей и вузов. Меры безопасности, о которых рассказали полицейские, помогут подросткам обезопасить себя от преступных посягательств. Очередная встреча состоялась со шкалерами в одной из талдыкурганских школ. Учащиеся с интересом слушали ювенальных полицейских, которые рассказали, что в прошлом году 28 несовершеннолетних совершили 70 преступлений, в числе задержанных 2 иногородних подростка. А среди злодеяний значатся не только квартирные кражи, но и 38 тяжких видов преступлений. Следует отметить, что несовершеннолетние не только совершают противозаконные действия, но и сами становятся объектами посягательств. В 2019 году в отношении подростков совершено 24 преступления, в числе которых несколько фактов насильственных действий сексуального характера. Мы проводим нашу ОПМ «Безопасная школа» в период с 11 по 15 марта вместе с ювенальными полицейскими. В мероприятии принимают участие представители руководства полиции, партии «Нуратан» и общественных организаций, которые выступают не только за безопасность несовершеннолетних, но и разъясняют им последствия правонарушений. Ведь, как известно, тем или иным отрицательным поступком можно испортить свою биографию. Кадры с тараном многотонным грузовиком патрульной машины появились на этой неделе на страницах социальных сетей. Проишедший инцидент зафиксировали не только авторегистраторы проезжающих машин. Как выяснилось всему виной, нарушитель правил дорожного движения, которого преследовали дорожно-патрульные полицейские, это произошло на трассе Алматы-Кокпек-Коктал. Нарушитель выполнил резкий маневр, вследствие чего и произошло столкновение. На автомобиле нарушителя стояли подложные номера. В целях профилактики нарушений правил дороги на улицах областного центра полицейские провели очередное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», во время которого напоминали всем участникам дорожного движения о необходимости быть дисциплинированными на автомобильных артериях и не забывать прописную истину «Правила дороги – это правила жизни». С этой целью стражи порядка проводили профилактические беседы и наказывали провинившихся водителей. Одна из актуальных проблем – нарушение правил парковки, особенно в центре города, где и без этого хватает дорожных проблем. Не оставили без внимания и пеших участников дорожного движения, проведя параллельно мероприятие «Пешеход», во время которого выявлено немало различных нарушений. В целях предотвращения дорожного транспортного происшествия с участием пешеходов на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». На первый день отработки по линии ОПМ «Пешеход» на территории города выявлено 73 административных правонарушений. Это нарушение правил движения пешеходов и иными участками движения, 17 протоколов, непредоставление преимущества пешеходам, составлено 3 административных протокола в отношении водителей, которые не наступили пешеходам на зебре, и иные составлено 50 протоколов. Всего привлечено по ОПМ «Пешеход» 35 сотрудников дорожных патрульной полиции. Не сидят без дела и сотрудники разрешительных отделов, которые в эти дни ведут активную проверку владельцев огнестрельного оружия, для сохранности которого необходим не только специальный сейф, но и наличие охранной системы, которая оповестит о попытке взлома. В сводках полиции фигурируют факты краш оружия, когда домушники, позарившись на содержимое сейфа, уносили с собой огнестрел. В целях предупреждения подобных преступлений, стражи порядка рекомендуют устанавливать подобные GPS-системы и на открытие окон и дверей, что позволит мгновенно сообщить хозяевам о несанкционированном проникновении. Рекомендуют сотрудники отделов лицензирования и контроля за оборотом оружия своим подопечным своевременно продлевать разрешение и сообщать о смене адреса жительства. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok